У них у всех есть нечто общее. Они успешны. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если вы хотите посмотреть на мир их глазами, то присоединяйтесь. Здравствуйте, вы смотрите программу «Бизнес по существу». Мой собеседник сегодня Андрей Шестаков, совладелец и исполнительный директор ОЗФ Групп. Компания занимается оценочной деятельностью и аудитом. Здравствуйте. Сначала у нас традиционный блиц-опрос, короткие вопросы от меня и очень короткие ответы от вас. Хорошо. Ваше самое ценное качество как руководителя? Я думаю, что умение договариваться, говорить с людьми и их убеждать. Есть ли спортивный болельщик? За кого болеете? В настоящее время я болею за баскетбольницей СК. А до этого? До этого я болел за Дина Макиев. Понятно. Есть любимая книга о бизнесе или книга, которую вы могли бы порекомендовать? Знаете, я думаю, что книг о бизнесе много интересных и действительно порекомендовать очень сложно. Они бывают либо с юмором, либо вот действительно такие вот мудрые. Вот книга о бизнесе с юмором, это вот метод тыквы, вот где на методе фермерских подходов показано, как можно построить бизнес и его контролировать. А если уже посерьезнее, то действительно можно почитать о Стиве Джобсе. То есть это бесконечная тема, без начала и конца, наверное, вот так. Деньги любите? Нет. Умейте признавать ошибки и извиняться? Да. Работать или вести бизнес с друзьями можно или нельзя? Можно. То есть мой опыт показывает, что можно. Кем вы хотели стать в детстве? Ну, детство тоже длинное. И в разное время детства я хотел стать и космонавтом, и агрономом, и военным. Но вот никем из этого не стал. В бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Нет, никогда так не считал, и проработав в бизнесе 20 лет, так же не считаю. Разделения нет. Опишите вашу жизнь в пяти словах. Пять слов, которые характеризуют вашу жизнь. Семья, дети, здоровье, спорт, любовь. Теперь по существу. Ну, вот вы сказали, что никогда не мечтали в детстве о бизнесе. А как в бизнес пришли? Ну, в бизнес я пришел после института практически. То есть время, когда я закончил институт, это был распад Советского Союза. Поэтому все искали место устроиться. И вот мы со студенческими друзьями начали свой первый бизнес. Мы занимались книгами. Были небольшие магазины по продаже книг, заказывали тиражи в издательствах. И вот этим я достаточно долго занимался. А потом перешел в работу в агентство недвижимости. А потом уже создали собственную компанию. Я проработал там во всех направлениях, которые существовали. И расселение, и отделы купли-продажи, и коммерческой недвижимостью руководил. Я посмотрел по тому, как развивается рынок. И на рынке стала появляться услуга оценка недвижимости. И вся оценочная деятельность в нашей стране, она в принципе появилась с оценки недвижимости. Потому что это был первый объект залога, которым стали пользоваться вновь появляющиеся банки. И с конца 90-х годов это начало в жизни появляться. И практически на одних из первых курсов, которые тогда были еще курсы по оценочной деятельности, я их закончил и начал использовать в работе в агентстве недвижимости. Потом, соответственно, это направление получило дополнительное развитие. И мы этим стали все больше и больше заниматься. И в результате переросли в создание компаний, которая занималась исключительно оценочной деятельностью. То есть получается, что вы пришли на рынок с самого начала, и хорошо его знаете, получается, с самого начала изнутри. Если говорить, что рынку недвижимости чуть больше 10 лет, то насколько он сформирован сейчас? Какова конкуренция на рынке спрос, предложение? Как бы вы характеризовали? Наверное, на рынке оценки недвижимости. Ну, рынок оценки, в принципе, он гораздо шире, чем рынок оценки недвижимости. И, наверное, логичнее рассказать о рынке оценки в целом. Да, да. Рынок оценки, он находится в стадии формирования. Потому что по некоторым аспектам, например, действительно, типовая оценка квартир или другой, вот обычная недвижимость, все давно уже сформировано и понятно. Но вот на рынок недавно вышла кадастровая оценка. То есть теперь еще вот появился новый вид оценки, и, соответственно, новые специалисты оценивают новый вид стоимости. Есть постоянные изменения, есть изменяющиеся требования. На рынке оценки в Европе идут постоянные изменения, внедряются стандарты, все больше и больше идет стандартизация. То есть есть немецкая модель, и к ней, по сути, стремятся все другие структуры, оценочные, входящие в Евросоюз. У нас аналогичные тенденции также есть. У нас есть стандартизация, она все время улучшается, и поэтому и в плане уровня отчета, и в плане подходов, и в плане видов оценки. Поэтому он формируется до конца, он не сформировался. А каков спрос на этом рынке? Спрос состоит в основном из двух таких вот ниш. Это физические и юридические лица, которые заказывают оценки для каких-то своих сделок, для какой-то такой повседневной жизни. И организации, которые занимаются финансами, которые используют оценку как инструмент для страхования своих финансовых рисков. Поэтому есть заказчики, которые лично обращаются, есть заказчики, которые путем аукционов, путем тендеров размещают свои заявки. Я правильно понимаю, что для вас, как для компаний в большей степени, и, наверное, по объему сделок, и по маржинальности, имеют значение корпоративные, крупные клиенты, это, наверное, государственные компании и банки, которые используют результаты оценки в своей деятельности. Юридические лица, они в целом, они являются основными в нашем портфеле заказчиков. И оценки, которые они заказывают, они тоже состоят, ну, разные по сложности, разные по своему уровню. Самый по маржинальности лучший вид оценки – это оценка бизнеса, потому что она включает в себя практически все виды оценки, какие существуют. Таким образом, и отчет наиболее полно отражает состояние этого бизнеса, и он, соответственно, маржинально выгоднее. Есть какие-то у вас приоритеты по отраслям, клиентам, я имею в виду, по крупности? Мы не делим на то, чем занимается клиент, какой вид бизнес он ведет. Мы оценивали практически все виды бизнеса, какие существуют в России, включая заправочные станции, сети ювелирных магазинов, интеллектуальную собственность, мультфильмов, то есть практически все, что можно оценивать. И нематериальные активы тоже оцениваете? Да, конечно. Патенты? Ну, просто такое немножко отступление. Нематериальные активы – это же такая очень сложная история в Российской Федерации в плане оценки. Да, действительно, она сложная, даже по своему названию она сложная, нематериальная, ее вот практически взять и потрогать ее нельзя. Но существуют подходы, существуют методики, и вот наше видение, что в ряде случаев это нужно действительно делать обязательно, в ряде случаев, ну, даже, может быть, проще этого не делать. Могу пояснить, потому что оценка бренда, компании, оценка нематериальных активов, она может учитываться залоговым институтом только в том случае, когда стоимость основных средств, реальных активов выше какого-то уровня. Потому что когда пытаются надуть фирму, ну, с пустыми, с небольшими оборотами, что у нас есть какой-то бренд, который будет вот скоро как Pepsi Cola, ну, это сразу видно, что это для какого-то умысла, поэтому… Не всегда для умысла, есть сферы, где очень мало основных средств, но это… Я согласен, но вот, например, столкнулись с случаем, когда для производства новых мультфильмов требовалось дополнительное финансирование, к нам обратилась дирекция мультфильма «Маша и Медведь», и очень долго мы искали подходы и оценивали этот нематериальный актив состоящий и из самих товарных знаков, и из бренда, и из будущих роялти, но это очень сложно. И потом отстоять и доказать, что все цифры посчитаны, они соответствуют реальности. А для чего производилась такая оценка, если не секрет? Для кредитования. Для кредитования. Для кредитования. И принял банк? Да, он был принят, и были выделены средства, и новые серии, и товары с символикой «Маша и Медведь» продаются во всех магазинах и там… Ну, в инвермагах, да. Соответственно, мы рады, что у них все получилось. А вообще в взаимоотношениях с банками есть какая-то градация между компаниями? Ну, например, там, аккредитованное предприятие в таком-то банке ему больше доверяет, условно говоря, вам больше доверяет как оценочная компания, чем какой-то другой. И отсюда клиенты идут к вам за оказанием услуги. Такая градация есть, у банков существует, может быть, где-то гласно, где-то негласно аккредитация. Действительно, клиенты на это смотрят, но порой пытаются клиенты и отстаивать свои права, и доказывать, что не только аккредитованная компания имеет право оценить для, соответственно, для одного и другого банка. То есть к нам тоже порой обращаются клиенты, которые просят отчет, и потом они просто доказывают, что этот отчет может иметь право на то, чтобы его приняли в том банке, где мы не аккредитованы. Вот мы и так работаем, и так работаем. Отсюда у меня два вопроса. Первый вопрос. Как часто приходят клиенты и говорят, что мне нужно, чтобы вы оценили, к примеру, бизнес в такую-то цифру? И второй вопрос касается конкуренции. Насколько статус компании, бренд компании, например, PricewaterhouseCoopers, который занимается подобной деятельностью, выигрывает в конкурентной борьбе благодаря бренду? Бренд не самое важное. Вот клиенты перед тем, как определиться, они не скрывают то, что они прозванивают и уточняют условия, на каких они могут оценить. Что я имею в виду? Это как быстро будет принято решение, потому что мы будем оценивать. Соответственно, мы поймем, что мы это можем сделать. Второе – это как быстро мы сможем произвести оценку и выдать, соответственно, подготовленный отчет. Попутно люди приезжают. И в офис, у нас офис открыт, можно приехать, посмотреть, как мы работаем. Они приезжают, смотрят, действительно, порой пытаются поговорить, если не с оценщиком, то, по крайней мере, с администраторами, которые и договариваются об основных условиях. Какой-то консультации. Да. Вот это тоже для людей очень важно, чтобы они понимали, что они не с каким-то роботом. Огромным институтом взаимодействия. И, ну, конечно же, смотрят на репутацию компании. И бренд вот здесь вот, ну, он немножко оттенен вот этими вот вещами. Жизненными реальными. Да, жизненными реальными. Ну, поэтому сейчас уже просто к брендам относятся поспокойнее. Есть, конечно, если это нет четкой рекомендации, если не очень сложная оценка, где действительно могут произвести какие-то высококлассные специалисты вот в каком-то брендовой оценочной компании. Но сейчас достаточно много компаний, в которых собраны высококлассные специалисты. И на рынке оценки нет такой текучки по кадрам. Поэтому вот у нас, по крайней мере, ее нет. Мы занимаемся обучением, дополнительным обучением своих специалистов. То есть мы практически молодого сотрудника вкладываем в прямом и переносном смысле, в плане обучения, даем ему, соответственно, определенную помощь. И люди это ценят и, соответственно, работают на благо компании долгие годы. И первая часть вопроса. Как часто компании обращаются за конкретной цифрой? Ну, такое есть, но мы постараемся этого не слышать. То есть мы понимаем, что это не рыночный механизм, это запрещенный, по сути, подход. То есть цифра для нас не существует оценки на заданную цифру. Ну, хорошо. А может клиент сказать, к примеру, что я ориентируюсь на такие-то показатели? Действительно, есть диапазон цены. И процесс согласования, то, про что я говорил, он и говорит о том, что мы в ряде случаев можем сделать экспресс оценку. Это не значит, что ее результат ляжет в окончательный отчет. Мы просто смотрим ту вилку, тот диапазон цены. Имеет смысл дальше. Да, да. Вот поэтому, если мы вот в таком ключе, то да. Потому что люди понимают, что примерно оно должно стоить столько. Если они не приходят за конкретной цифрой, а просто говорят, что вот если у вас другое видение, то нам отчет не нужен. Да, у нас достаточно много заказчиков отсеивается на вот этот уровень. Когда наше представление о цене, наши подходы, которые мы используем при определении того или другого вида цены, оно не совпадает с линием клиента. Вы смотрите «Бизнес по существу». Гость программы сегодня Андрей Шестаков, совладелец и исполнительный директор ОЗФ Групп. Про спрос поговорили, про предложение на рынке еще спрошу. А насколько высока конкуренция среди компаний? Вот вы сказали, что много компаний на рынке сейчас работает. Да, на рынке работает много компаний, как и на рынке Москвы и Московской области, так, по сути, и компаний, которые находятся за пределами, но пытаются получить заказы и проводить оценку на рынке Москвы и Московской области. Потому что так бывает, это было наоборот. И так бывает, и наоборот тоже бывает. Про наоборот я расскажу чуть позднее. А в принципе, очень много компаний, которые пытаются получить заказы на рынке Москвы и Московской области, ну, скажем так, предлагая даже несуществующие цены, демидговые цены. Вот, конечно, они появляются, исчезают, но тем не менее этот фактор на рынке присутствует. На рынке недвижимой, на рынке оценки существует определенная конкуренция, но она существует между компаниями, которые находятся примерно на одном уровне. Потому что есть компании, которые состоят из одного-двух оценщиков, могут производить только одну оценку, ну, соответственно, они конкурируют только между собой. Поэтому вот в нашей работе мы считаем, что у нас нет конкурентов, у нас есть партнеры и, скажем, люди, которые занимаются тем же делом, что и мы. То есть есть возможность, и вы ее реализуете, например, обратиться к какой-то компании за помощью, за поддержкой, может быть, когда совместно реализовать какой-то проект. Есть такое, нет? Да, есть определенные контакты. Мы всегда общаемся со специалистами. Если какой-то сложный, неординарный заказ или действительно какая-то сложность методологии или какие-то данные, мы обмениваемся на определенном уровне информацией. И, скажем так, ну, оценщик оценщику поможет, там, плечо подставит и делом, и словом. Поэтому вот есть коммуникация среди оценочных компаний. Ну, более того, проходят конференции различные, на которых мы, как бы, так же встречаемся, обмениваемся опытом. То есть такое вот сообщество развивающееся, сообщество обучающееся. Поэтому вот конкуренции, наверное, как в других сферах у нас не существует. Ну, оценочная деятельность, консалтинг — это сродни, наверное, юридическим услугам. Как-то у нас гостем был Александр Добровенский. Я у него спросила, а как вы клиентов привлекаете? Он говорит, я никак не привлекаю. Ну, рекламу, понятно, не даешь, клиентов особо не афишируешь. Возможностей таких для привлечения новых клиентов нет. Но, наверное, все равно новые клиенты нужны, потому что существующие клиенты вряд ли могут обеспечить ежегодно и много лет компанию доходом. А как привлекаете клиентов? Мы привлекаем клиентов всеми доступными способами, да, которые существуют вот в 21-м. И так тоже. Которые существуют на рынке. Ну, начиная с информационных технологий, есть интернет-реклама, есть сайт. То есть мы, несмотря на то, что имеем определенный портфель давних клиентов и корпоративных клиентов, мы не прекращаем работу по поиску новых. У нас достаточно много приходит заявок по интернет-рекламе. У нас есть определенное направление, которое отслеживает. И мы участвуем во всех конкурсах на оценку, какие проводятся в Москве и не только в Москве. У нас есть представительство в Санкт-Петербурге. Мы там тоже производим оценку. Производили оценку и в разных других регионах. То есть есть определенная система поиска клиентов. Мы общаемся и встречаемся, и сами выходим с предложениями по поводу взаимодействия по оценочной деятельности. То есть все, что возможно, мы делаем. Мы не ограничиваем развитие компаниями, какими-то искусственными мерами, наоборот, и ее развиваем всеми теми способами, которые существуют. А можете привести в качестве примера какие-то наиболее успешные реализованные проекты за последнее время? Конечно, могу. Вот успешность проекта — это тоже такое понятие. Клиент остался доволен, ему дали большой кредит. Большой кредит дает, когда у тебя ликвидный актив, да, или тем, кому они не нужны. Тем, кому нужны, их денег никогда не хватает. Я бы сказал вот как. По-моему, большинство клиентов остаются довольными нашей работой, потому что число вторичных, третичных, и вот у нас очень много постоянных клиентов. Это раз. А по поводу удовлетворения от работы, что бы я сказал. Порой не то, сколько ты заработал на этой сделке, на этой работе доставляет удовольствие. Порой доставляет удовольствие просто, что сделал какую-то интересную работу. И, например, оценить корабль, оценить самолет не менее доставляет удовольствие, чем произвести сделку какой-нибудь сети автозаправок, например, ЕКО, или сеть ювелирных магазинов Адамасова, или какой-то огромный недостроенный завод. То есть это все индивидуально. И вот я уже перечислил те проекты, которые действительно доставляют удовольствие, которые остаются в памяти и в последнее время, и в предыдущие годы. А есть какие-то проекты, которые находятся, ну, к примеру, на стадии модернизации предприятия, и они говорят, а можете оценить его там потенциал для, опять же, там кредитования. Ну, например, у меня там есть предприятие, я в него планирую вложить там столько денежных средств, закупить такое-то оборудование, планирую там увеличить некая там проектная оценка для того, чтобы получить проектное финансирование. Ну, это немножко выходит вот за рамки оценочной деятельности согласно федеральному законодательству. Это просто будет называться по-другому. Это будет там некий консалтинг-калл. Это будет просто исследование. Исследование, потому что мы не можем без заключенных договоров, то есть практически вот без будущих доходов, как-то прогнозировать. То есть поэтому нам нужно обязательно понимание, что будет в будущем. Тогда можно только посчитать стоимость компании на сегодняшний момент. А так мы можем, в принципе, у нас не только оценка, как я уже говорил, у нас есть аудит, у нас есть консалтинг, у нас есть маркетинговое направление. Естественно, что можно со специалистами в этих сферах, ну, скажем так, сверить стрелки тому бизнесмену, который вот планирует что-то модернизировать. Поэтому мы можем помочь, мы можем подсказать. А все, что можно оценить, это мы уже решаем на нашем совете экспертном. Если это вот такой вот какой-то уникальный случай, мы принимаем решение, смотрим на то, соответствует это законодательство или нет. А часто обращаются с просьбой сделать экспертизу уже сделанного отчета? По поводу экспертизы. Мы при всем своем желании экспертизы не можем производить. Экспертизы производят саморегулируемыми организациями, силами экспертного совета, в который входят эксперты. У нас есть в нашей организации высококвалифицированные сотрудники, которые входят в экспертные советы саморегулируемых организаций, таким образом принимает участие в экспертизе. Это вот в целом ответ на вопрос. А в частности, так устроена оценочная деятельность, что мы однозначно узнаем о том, что экспертиза отчета проводилась, если мы получаем отрицательный результат. А если положительный результат экспертизы, то мы можем и не узнать, потому что сам заказчик вправе произвести экспертизу в одной из саморегулируемых организаций, мы просто об этом можем не узнать. Поэтому да, производят, но не часто. Это вот та информация, которая у нас есть. А, ну так скажем, получить какую-то рецензию на сделанный отчет? Ну, к примеру, клиент не совсем удовлетворен результатами отчета, он приходит к вам и говорит, я получил вот такой-то отчет по оценке, можете... Это, видимо, в виде частной консультации. То есть это консультация? И я правильно понимаю, что если все-таки поговорить, взять весь комплекс услуг по оценке, то большая доля касается недвижимости до сих пор? Если по количеству обращений, то да, недвижимость она сама по себе многогранна. Это земельные участки, земельные участки с домами, квартиры, в целом, как бы, большие здания в Москве, в области. По количеству да, но оценка недвижимости — это не самый, скажем так, доходный вид оценки, потому что он достаточно стандартизирован. А наиболее сложные виды оценки, они, конечно же, и стоят дороже. Это я сейчас имею в виду речь о оценке бизнеса, потому что она включает в себя и всю недвижимость, какая есть, и весь подвижный фонд, и там все оборудование, и в ряде случаев это нематериальные активы, и бухгалтерскую документацию. Поэтому здесь при проведении оценки бизнеса используется вся информация, которая есть в организации, о своих активах. А для вас, как для собственника, для руководителя, как вы видите дальнейшее развитие компании? Если рынок не совсем сформирован, какое у вас понимание его развития и развития компании в этом рынке? Когда мы говорили о формировании рынка, мы говорили о рынке оценки в целом. По ряду направлений он достаточно сформирован, а по ряду направлений он практически в стадии развития. Но в целом мы развитие своего видим через увеличение базы клиентов, через автоматизацию оценки. То есть мы используем при своей работе все современные в виде программ, программное обеспечение, которое используют оценщики, это базы данных. Использование самого новейшего софта дает нам возможность бороться за присутствие на рынке и на развивающемся рынке. А может быть какие-то новые направления оценки или консалтинга? Ну потому что, можно со мной поспорить, наверное количество клиентов не может кратно увеличиться ежегодно. Спорить я, конечно, не буду, потому что количество клиентов на существующем уровне рынка кратно увеличиться не может. И поэтому мы, помимо того, что мы боремся за количество клиентов на рынке оценки, мы развиваем сопутствующие направления. Это, как я уже говорил, не только оценка, она ведь не сама по себе нужна. Как правило, люди обращаются, когда есть определенные обстоятельства. Да, и поэтому у нас в этом пакете и существует аудит, маркетинговое и консалтинговое направление, где четыре практически направления работают на благо клиента. Получая, условно говоря, просто отчет об оценке, но он решает какую-то локальную проблему. В ряде случаев нужно перед тем, как оценить, провести аудит и так далее. Мы боремся за клиентов во всех этих четырех направлениях, потому что они тесно связаны. Таким образом, порой, получив клиента по оценке, он потом у нас проводит аудит, и, соответственно, любая комбинация этих направлений. С аудитом все понятно, с оценкой тоже. А вот что касается маркетинга, это что за услуги? Ну, есть люди, которые, им нужно произвести маркетинговое исследование в какой-то ценовом нише. А, то есть вы проводите именно маркетинговое исследование? Да, да. То есть, например, там какой-то рынок, его насыщенность? Совершенно верно. Совершенно верно. Причем нам эти же исследования порой помогают и в нашей же работе. Потому что мы производим таким образом продукт, который нам помогает в дальнейшей работе по оценке. Если поговорить с вами как с собственником бизнеса, что было самым сложным на этапе его создания и построения, и что самое проблематичное сейчас? С какими проблемами сталкиваетесь больше всего и чаще всего? На стадии его начала самое сложное – это было бороться с трудностями, когда ты понимаешь, что этот бизнес должен быть, но его нет. То есть вот потому что… Спроса нет. Да, спроса нет. Именно что спроса нет, этот рынок только формировался. И здесь вот были такие вот терзания. Стоит, не стоит продолжать в этом направлении. Но группа единомышленников, как говорю, и в числе друзей, мы достаточно долго работаем единой командой, вот практически 15 лет, единомышленники, мы все вместе работаем. Мы перебороли эти трудности старта. А сейчас какие трудности? Ну, трудности – это трудности развития, понятно, трудности управления, и нужно все эти вопросы, если не ежедневно, то, по крайней мере, очень часто их решать. Потому что очень много вопросов, связанных с ростом компании, и все их нужно решать. И вот они постоянно, проблемы, они не заканчиваются. Вопросы с персоналом возникают? Я имею в виду привлечения персонала, квалификации персонала. Значит, конечно, квалифицированного персонала нигде много не бывает. То есть есть определенные проблемы, найти сотрудников, которые были бы именно такими, какими ты считаешь нужным. Но мы решаем этот вопрос путем дополнительного образования, дополнительного обучения. Мы переучиваем сотрудников, которых мы видим, что мы сможем с ними работать. У нас так получилось, что в компании работают и преподаватели, которые занимаются преподаванием оценки в институтах. И мы, в принципе, отслеживаем курсы, которые есть, краткосрочные, долгосрочные. У нас есть определенная ротация. У нас есть внутренний контроль в организации по сделанным отчетам. Мы смотрим, какие аспекты у сотрудников страдают. И, соответственно, после разговора с ними, мы их отправляем на дополнительное обучение, на повышение своей квалификации. То есть этот процесс у нас идет постоянный. Порой сотрудника мы практически создаем за год, за два. Он у нас из помощника оценщика становится оценщиком. Это дальше растет. Не уходит потом? Бывают разные обстоятельства. Конечно же, я не скажу, что от нас не ушел ни один сотрудник, но большая часть ушла по семейным обстоятельствам. Кто-то переехал, кто-то не может работать. С лучшими из сотрудников мы даже практикуем дистанционную работу. То есть те, кто временно не могут работать, девушки временно не могут работать, не работают дома. У нас с ними интернет, скажем так, контакты. И они производят работу, им передают необходимую документацию. И вот так вот мы удерживаем сотрудников. Когда они заканчиваются на этот период, они возвращаются к нам. А что вы считаете основным риском в бизнесе сегодня? Если касательно нашего бизнеса, основной риск – это недостоверная или неполная информация, которую нам передают клиенты. И с этим несколько раз мы сталкивались. Мы не всегда можем проконтролировать достоверность информации, хотя прилагаем все свои силы и усилия, используя все современные способы проверки информации. Но в ряде случаев у нас такое было. Вот это, наверное, основная причина, потому что все остальные моменты, которые мы можем контролировать, мы это делаем с разной степенью. Тем не менее, мы стараемся, чтобы у нас не было тех проблем, которые мы не могли бы сами искоренить. Андрей, этот вопрос задаю всем нашим гостям. Руководители международных крупных компаний всегда в интервью рассказывают какую-то иногда занимательную, иногда поучительную для себя историю, как они создали в процессе создания строительства компаний какое-то событие, либо какое-то происшествие, так скажем, которое стимулировало дальнейший рост развития компании. Может быть, какая-то ошибка совершенная, может быть, удачная сделка, может быть, ну, любое событие, которое произошло, и это было новым толчком к новому витку компании. Ну, у нас в таком случае можно сказать, что было всего по чуть-чуть. У нас была и реорганизация, связанная с кризисом на рынке. Мы тоже сделали определенную реорганизацию, это было определенным рывком. Ну и, соответственно, каждая крупная хорошая оценка, каждый хороший законченный отчет, он нам дает дополнительных сил для того, чтобы дальше работать. А помните, как вы заработали первые значительные деньги, первую такую прибыль, что вы поняли, что вот, наконец-то, бизнес стал на ноги? Нет, не помню. Ну, потому что у нас достаточно такой ровный бизнес, у нас нет особенно взлетов, то есть у нас идет развитие, и каждый год мы, ну, так оно получается, немножко лучше, чем предыдущий. Поэтому вот взлета, как, наверное, хотим... На стартапе? Ну, на стартапе, да. А как вы лично заработали первые деньги, помните? Вообще? Да. Я был в строитряде в институте, и за месяц работы в Узбекистане я заработал, как три месяца люди зарабатывают вот... На стабильной обычной работе. На стабильной работе, да. Поэтому это реально первые деньги, которые я заработал. Поэтому помню. А на что потратить тоже помните? Было тяжелое время, купить было нечего. Поэтому потратил вещь никакую я их не смог потратить, потому что магазины были тогда пусты. Последний вопрос к вам. Интервью у кого из бизнесменов, может быть, из коллег, вы бы с удовольствием посмотрели? Да, на самом деле, много коллег, которых я бы хотел увидеть на своем месте, но я думаю, что, например, Михаила Прохорова, хоть он и не коллега мне, но тем не менее, я бы хотел посмотреть на его интервью и послушать. А что бы спросили? Помнит ли он, как он заработал первые свои деньги? Ну, я думаю, что все, наверное, помнят, как заработали первые деньги, нет? Наверное, да. Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли. Удачи вам в бизнесе. Спасибо, до свидания. С гостем программы сегодня был Андрей Шестаков, основатель, совладелец и исполнительный директор УЗФ Групп. Пересмотрите, перечитайте его интервью, можно также на сайте телеканала. Удачи вам и до встречи.